не понимает, что с ним произошло, он дезориентирован. И поэтому ученые, во-первых, они остаются с ним всегда до момента, пока белый медведь не встал на ноги, не пошел. Иногда оставляют ему даже какую-то пищу рядом, чтобы он мог покушать, потому что он пока еще какое-то время не охотник, да, плохой охотник. И тем более не хочется случайно его нагнать на снегоходе через два дня и усыпить снова, раз уже с ним все мероприятия проведены. Поэтому этой краски хватает примерно столько, сколько длится экспедиция, чтобы в этом же ареале, а белые медведи, они далеко не уходят зимой и весной от какой-то зоны, на которой они обитают в своем квадрате, и поэтому мы их уже там в лицо, бывает, знаем каких-то зверей, вот. Эта краска и будет ЗФИ, и там будет номер. Какой-то медведь по порядку. И даже увидев его издалека в бинокль, мы понимаем, что, да, этот мишка нам уже встречался, его нет смысла преследовать, значит, и вводить в стресс снова. Соответственно, на земле Францисиосифа пишут аправиатуру из Лизофии, на новой земле, значит, там, НЗ и так далее. Кому хочется погладить белого мишку, поднимите руку. Вот, все, белый медведь, все убежали, ученые, от него отстали. Видите, в ухе у него такая же метка, которую делают и гурым медведем, то есть по этой метке тоже потом по фотоловушкам можно узнать, что этот медведь уже проходил обследование, и сравнить его, то есть они все же фотографируются, то есть если он через несколько лет встретится, там метка уже, кстати, отпадет к тому времени. Но если он встретится где-то с меткой, его сфотографируют, опять же можно знать, что этот медведь преодолел какую-то дистанцию, где его встречали. То есть видите, белый медведь уже открыл глаза, не надо думать, что ученый стоит к нему впритык, это просто особенность длиннофокусной оптики, она приближает объекты друг к другу. Но медведь еще только может просто открыть глаза, он еще не может поднять лапу, броситься, поэтому ученые за ним тщательно наблюдают, чтобы он там не задохнулся, язык не запал и так далее. Все это очень важно и щепетильно относится к этому вопросу. Миша в этом смысле очень жалко, действительно. Он поднимает глаза, видит людей, для него это стресс, хотя все отходят на приличное расстояние, он не может там встать, не может пошевелиться, какое-то время, пару часов ему требуется, чтобы отойти. Самое лучшее для него это поспать, поэтому если мы видим, что медведь открыл глаза, мы стараемся уйти на какую-то максимальную дистанцию, чтобы видеть его, и были ситуации, когда приходилось отгонять других больших самцов. Потому что если будет идти другой большой медведь и видеть, что кто-то лежит и не может оказать сопротивление, ну, значит, прекрасно, можно кушать. Таких медведей мы отгоняем. Иногда медведи выбирают для сна очень красивые локации. По-моему, год или в прошлом, или в позапрошлом году как раз на фестивале висел портрет вот этого белого медведя, заснувшего на айсберге. То есть он убегал от нас, ему все уже хотелось спать, и на последнем рывке он забрался еще на очень красивую локацию. Несмотря на то, что был пасмурный день, для меня, как для фотографа, это была некая удача, получилось сделать снимки. Ну и вот здесь вот очень хорошо видно, это как раз был медведь в районе весом около 300 килограмм, вот он уже был прям здоровый. То есть если 300 килограмм, это вот уже медведь большой, то что будет, когда повстретится особь весом в 500 килограмм и больше? Другая встреча произошла. Медведь шел на фоне огромного ледника. Эта фотография победила у меня, замела второе место на конкурсе «Дикая природа России». То есть для ученых это одна удача, для фотографа другая удача. И почему надо постоянно в Арктике оглядываться? Этот айсберг находился рядом с базой, он вмерз в лед. И проезжая в одну сторону, мы белого медведя на этом айсберге не видели. Возвращаемся уже под вечер на базу, сделав работу, поворачиваемся. Мишка, которого мы днем раньше усыпляли, сидит в айсберге и позирует нам. Убегает. Вот на видео есть эти кадры. По поводу земли Франциосифа весной. Только-только начинается полярный день, солнце низкое, и в бухтах, в мировбухтах, в мировбухтах мрозают айсберги. Получаются очень красивые локации, практически неземные. Здесь каждый кадр, как другая планета. Если медведи вдруг не появляются один-два дня, мы уходим на поиск перлок. На поиск перлок уже уезжаем. Примерно места расположения перлок известны. И поэтому нет смысла ехать на снегоходах и мерзнуть. Мы берем вездеход, и уже по острову, там надо на другую сторону острова перескакивать, едем на вездеходе. Приезжаем, осматриваемся. Идем в те места, где могут быть образованы перлоги. Смотрим, есть ли выходы из перлог, или нет выходов. Как правило, медведи залегают, медведицы залегают в таких местах, которые забиваются снегом. У них уже чуйка своя есть, они сами знают, где будет набиваться снег. И как белая медведица образует перлогу. То есть у нее нет дерева, которое бы там валялось с естественным каким-то углублением. Инстинкт ее влечет в нужное место, она ложится, ее заносит снегом, она чуть-чуть вертится, значит, отвоевала чуть-чуть пространство. Ее засыпало снегом еще, она лапой проткнула дырку, чтобы ей было чем дышать, чтобы кислород не кончился, еще повалялась, значит, ее еще больше завалило. Она вот так вот таким образом отвоевывает себе пространство и делает первую комнату. У белых медведей, у них отложенная беременность, то есть она забеременела еще весной, потом нагуляла жирок, поняла, что она сможет родить медвежат, залегла в перлогу. Когда она понимает, что все хорошо, перлога есть, все сложилось, у нее происходит команда, значит, организм продолжает беременность, она рожает медвежат. Когда она рожает медвежат, у нее в этой комнате становится грязно, и она себе вырывает вторую комнату, а эта комната становится туалетом. Не все люди так могут. В общем-то, да. А у белых медведей это заложено инстинктом. Так, продолжу про это же место. Значит, и весной, когда все, она понимает, что можно выходить, она протыкает отверстия, но они не уходят сразу. Они, например, мама может выйти поохотиться, посмотреть, есть ли что-нибудь сожрать, потому что она, например, весила там до того, как в перлогу забралась килограмм 250 и пусть им 300, а выходит из перлоги, она уже меньше 200 килограмм, а то и 150. То есть из нее в буквальном смысле все соки высасывают медвежата. Она тощая, значит, замученная. Ну, кто рожал, тот знает. Я просто молодой отец, поэтому у меня эта шутка актуальна. Значит, и папы рядом нет, то есть самец не принимает участие в продолжении рода, да. Она может сходить поохотиться, вернуться, покормить их, да, дать им выйти на улицу, они поиграют рядом, там, при появлении опасности, там, или мама позвала, они прячутся обратно. И поэтому ученым очень опасно вот так вот в упор приближаться к дырке, которая есть в снегу. Потому что это не факт, что даже если есть вокруг следы, если следы куда-то уходят, что медведица ушла. Они как ушли, так могли и вернуться, например, поняв, что льды еще не вскрылись и уходить еще рано, дрейфовать по льдам. Сейчас, конечно, современная техника и тепловизоры, ядроны с тепловизорами уже позволяют, допустим, подлететь и посмотреть, есть кто-то в берлоге или нет. И, значит, если там никого нет, то ученые в эти берлоги забираются, их отмеряют, изучают, опять же, берут биологические материалы на пробу. Вот. Тогда экспедиция считается суперуспешной. По дороге, естественно, каждая экспедиция в Арктике, она комплексная, то есть она не замыкается только на белых медведях. Изучаются все животные, фиксируются все встречи. Например, в 2021 году в бухте Северной она была полностью замерзшая, а как это ни странно, с севера, там, где уже Северный Ледовитый океан начинается, там была полынья. И в апреле в полынье уже к нам встречались и тюлени, мы встретили птиц, причем птиц перелетных, которые уже в апреле зачем-то прилетели на землю Франции Осифа, зачем они туда прилетели, так никто и не мог понять. Но, видимо, они знают, что есть полынья, значит, там можно найти пропитание для птиц. Встретили моржей, что тоже редкость, потому что моржи, они тоже кочующие животные, они тоже во время зимы стараются чуть-чуть повежнее откочевать, отдрейфовать. И только к лету, по идее, должны вернуться на землю Франции Осифа. Моржи зимой тоже обрастают таким приятным подшерстком, то есть у них не голая кожа, а такой плотный-плотный мех. Они немножко по-другому выглядят. И встретили песца, как песец выживает на земле Франции Осифа. Зимой для меня большая тайна, потому что визуально это, конечно, абсолютно снежная, ледяная пустыня, в которой жизнь никакая невозможна. Но как он выживает, понятно, потому что песец зимой для белого медведя выполняет такую же роль, как рыба прилипала для акулы. То есть он просто следует за белым медведем и питается уже остатками спиршества то, чего добыл белый медведь. Поэтому выживание песца зависит напрямую от того, насколько ему удачливый белый медведь, значит, хороший охотник в спутнике попался. здесь не надо себя обманывать, здесь вот в этом вот в этой пышности, в этом полном песце в нем три четверти шерсти. Когда мы их встречаем в начале лета, значит, там отдельные длинные волосины есть, а внутри такое вот прямо тщедушное тельце этого несчастного песца, который за зиму тоже сбрасывает от своего веса очень-очень прилично. Но за счет этого меха он выживает. То есть вы этого не думайте, что это он так хорошо кушает. Просто у него шерсть густая. Еще ученые занимаются изучением вечной мерзлоты и в команде всегда есть ученые-грициологи. Я на этой сцене тоже, по-моему, уже этот слайд показывал год или два назад и вот из всех моих поездок в Арктику меня когда спрашивают, что запомнилось больше всего. Я говорю, мне кажется, вот более красивое место и волшебного на земле трудно найти, чем прогуляться рядом с обружающимся ледником, которому подходить разрешено по технике безопасности только в это время, потому что летом он может в любой момент обрушиться, а эта стена она высотой практически 40 метров и тебя просто никогда не найдут, если она на тебя упадет. Отдельное эстетическое наслаждение это фотографировать айсберги с дырочками и вот тоже один из кадров это в моментах, когда мы искали перлоги как раз вот эти снежные наносы, которые образуются у скал там, где потенциально медведица может делать перлоги. Хорошо, спасибо большое, я рассчитывал где-то на полчаса на 40 минут, поэтому примерно уложился. Если есть вопросы, спросите.